15 стран. И вы знаете, когда мы сегодня куда-то летим, мы уже летим так, чтобы захватить какие-то еще ближайшие страны. Потому что моя же задача, если я себя позиционирую как самостоятельный путешественник, который в клубе путешественников, если я говорю, что мы путешествуем и зарабатываем, мы должны действительно на деле это показывать. Кому из вас не задавали вопросы, а ты сама путешествовала, а ты сама сколько раз заселялась, а где ты была? Задают вопросы. Задают, конечно, вопросы. Так вот, когда я открываю и вот это вот все показываю, у меня в плейлистах разные страны. Я еще, знаете, как у архив, который я не успела загрузить, потому что там что-то надо почищать, обрезать. Но вот даже это, когда я показываю, все, вопросов больше нет. Это тоже ваше доверие, это тоже ключ к успеху. Мы должны пользоваться своим продуктом. Если кто-то говорит, что у нас дорого путешествовать, мы всегда находили выгодные путешествия, заселения в отель. Ну, если они не нашли выгодный самолет, ну, летите другим самолетом. Какие проблемы? Во что кто-то вот прям вот заставляет, что-то насильно. Но отельной базой мы всегда пользовались только этой и всегда находили какие-то интересные предложения. Неужели вот мало вот такого большого опыта, да, столько путешествий? И что еще хочу сказать? Вот Людмила задала вопрос, да, получалось ли? Получалось. Я хочу сказать, что я, ну, никогда не использую там такие методы, как объявления и там что-то еще. Я люблю выбирать сама, я люблю знакомиться сама. Но вот через интернет, да, у меня было немного, но было несколько подключений. Тот же Виталий Котлеров, мы с ним общались по скайпу благодаря интернету. Вот я люблю скайп, потому что мы по скайпу общаемся, мы показываем демонстрацию. Я через демонстрацию экрана могу показать портал, я показываю слайды. Вот у меня это работает, и у меня было несколько подключений. И вот знаете, когда в соцсетях люди видят, и кто-то знакомый, кто-то незнакомый, ага, как раз вот такая политическая напряженная ситуация на тот момент очень, и инфляция такая пошла. А она тут вот, ну, уже, да, у нас тут холодно, свякоть, дождь, все. Ну, а она тут, пожалуйста, то она на слонах катается, то она в таком бассейне. Ну, люди, конечно, они задавали вопросы, они много писали, Лариса, а как вам это удается, что вы для этого делаете? Ну, то есть были какие-то контакты. Хочу сказать, что для меня является непонятным, как это, вот, как это люди закончились. Вот я когда-то слышу, у меня нет людей, или уже всем рассказала. Ну, для меня это вообще просто непонятно, но мы же не живем на небитавом острове. Ну, если даже, когда я находилась в Таиланде, я умудрялась знакомиться. Вот я как-то Сергею призналась, у меня другая проблема. У меня нет проблем познакомиться, там, рассказать о бизнесе. У меня другая проблема. Потом этим людям обещаю, что я позвоню, спешусь там, и не успеваю, потому что приезжаешь, на тебя дома ворох, там, разных дел, забот. Вот, ну, это, понимаешь, глупо оправдания, надо исправляться, да. Ну, на самом деле, контактов вот так вот. То есть вопрос не в том, где брать людей, а вопрос в том, чтобы находить время и уделять этим людям это время. Вот. Поэтому в Хукете пляж. Ну, вот просто, знаете, как в Сочи. Вот русская речь всюду. Да кто мешает? О, привет, русские, как приятно за столько тысяч километров увидеть русских. Ребята, вы откуда? Всё. А как вы? Второй вопрос. А как вы сюда вообще приехали? Вы через турагентство или самостоятельно? Если они говорят через турагентство, что мы говорим? Ну, надо же. Вы не боитесь вообще. Вы же видите, какой сейчас крах идёт, да? Сколько туроператоров объявили себя официально панкрутами, сколько людей пострадало. Об этом же много говорят, да? А человек спрашивает, ну, а как ещё быть? Всё, а вы разве не так? Всё, он сам спросил, вы отвечаете, да? Или вы задаёте, или человек говорит самостоятельно. Я говорю, классно, коллеги. У нас сегодня только 5% самостоятельных путешественников, поэтому очень рада вас видеть. А вы как, через какой портал бронируете? Всё. Они что-то говорят, я говорю, а я через портал самостоятельных путешественников, где на одном портале абсолютно все услуги. Аня, а что это за портал? Вы ещё не знаете, это клубная система, швейцарский портал самостоятельных путешественников. Сюда можно зайти по ссылке, по рекомендации. Поэтому я вам скину ссылку, мы меняемся скайпами, меняемся контактами. Вот так можно. Везде знакомилась. В море знакомилась, в магазинах. Не знаю, везде абсолютно. И вот, знаете, вот это путешествие, самое, наверное, большое, моё длинное, да, за этот период, оно, конечно, мне очень много дало. Я не знаю иностранный язык, находясь практически всегда одна, я нуждалась, чтобы меня кто-то снимал. Я нуждалась, чтобы кто-то записывал на видео. Да, есть видео, когда я сама вот так ходила. Привет, друзья! И вот я вам сейчас показываю, да. Но есть много видео, которые я просто обращалась к незнакомым человекам. Всё равно иностранец, кто язык, мимики, жестов, с кем-то знакомилась. Кто-то русские были, кто-то иностранцы. Да, ну, где-то и свои ребята. То есть записи много. И, конечно, ты приезжаешь с другой самооценкой, потому что путешествия они настолько развивают. Это такая школа. И ещё, что очень важно, ты любишь и принимаешь весь мир. Ты понимаешь, что люди везде вообще такие же, как и ты, они такие классные, с любым цветом кожи, любой национальности, любой религии. И Бог один, и Бог един. И ты всех любишь, и все такие классные. И знаете ещё, над чём я себя ловила? Я никогда в жизни, наверное, столько раз не обращалась к Богу. Вот часто люди идут в церковь или в какие-то храмы. И они идут, потому что праздник надо помолиться, далее, когда плохо, надо о чём-то попросить. Всё. Но я себя ловила на том, что я столько благодарности говорила, что это просто из меня шло, меня распирала я. Но представьте, вы заходите в океан, солнце, скалы растущие, вот в облака, тут крабики бегают, тут с одной стороны у вас джунгли, обезьянки, с которыми ты только что обнималась, да? С другой стороны, ты ныряешь, достаёшь морские звёзды, и просто, а по скайпу разговариваешь, а тебе показывают в окно зима, слякоть, там йога, боже мой, машины грязные едут. Вот, а ты тут, я говорю, Господь, я благодарю Тебя, потому что, за что ты, я не знаю, но ты мне подарил такую сказку, я действительно живу в этой сказке. Вы знаете, друзья, первое время, я сейчас говорю, у меня мурашки идут, потому что я себя щипала, мне, я боялась, чтобы проснуться, это сон. Серьёзно. Я боялась, знаете, как часто нам во сне что-то снится, какая-нибудь волшебная палочка просыпается, думаю, всё совсем не так. Так вот, я постоянно пребывала вот в этой сказке, потому что такая красота щипала себя, что Сингапур вечерний, какая красота. Друзья, путешествуйте, тратьте деньги, они будут к вам возвращаться, вам будет о чём рассказывать, потому что от избытка сердца говорят «уста», вот такое есть библейское выражение. И когда вы вот так вот насыщены, вам будет о чём говорить, и люди будут на вас идти, потому что они будут видеть, что вы говорите правду, что вы действительно много-много путешествуете. И от этого тоже будет подключение, и, конечно, от этого тоже будут деньги. И это будет расти ваш авторитет, это ваш статус. Так вот, знакомиться абсолютно можно везде. Недавно я в Чёрном море вывозила, у меня три маленькие внучки, я вывозила их на море, и я море, я несколько раз в море познакомилась, представляете? Потому что плаваем, и мне нравится, что я сама выбираю, потому что несколько слов ты с человеком говоришь, вначале визуально, потом несколько слов, и ты понимаешь, продолжать с ним дальше разговор или нет. Это не как по объявлению, у тебя пришёл человек, и ты понимаешь, господи, вообще на него не хочешь тратить время, да? Просто есть у меня партнёры, которые работают этим методом. И вот смотрю, человек плавает, и говорит, правда, классно, вечером, да? Здорово. Ну и как всегда разговорю, а вы откуда приехали, а где вы тут поселились? Я говорю, да вот ради малышек приехала, а вообще уже приезжать сюда не буду, потому что, ну мне некогда, я много путешествую, я вот столько стран посетила. Понимаете? И человек спрашивает, да, а как это вам удаётся, а где вы такие деньги берёте? Я говорю, ну я же в сообществе самостательных путешественников, там есть партнёрская программа, и вот я путешествую, зарабатываю. Партнёрская программа, вот кто-то парится там сетевой, не сетевой, споры, ну я не знаю, партнёрскую программу сегодня используют YouTube, значит YouTube сетевой тоже занимается, мылом, да? Вот партнёрские программы используют сегодня многие банки, но многие, обычно традиционные системы, и в том числе и наша компания тоже использует партнёрскую программу. Я говорю, поэтому есть вот такая вот возможность. Да, ой, давайте сейчас выйдем, обменяемся скайпами. Море знакомилось, на пляже знакомилось, идёте в фитнес, знаете, я в Мюнхене купила такую шляпу прикольную, так получилось, что мы один раз нечаянно остались ночевать там в Мюнхене, была такая ситуация, и я там купила просто шляпу. И вот когда я прихожу заниматься фитнесом, я одеваю вот эту вот шляпу, она вот такая, знаете, как Чаполина, в общем, такая прикольная, интересная. Может быть, кто-то видел, наденьте волшебную шляпу или что-то такое, или всё дело в шляпе, видео. Так вот, когда я захожу в сауну, одна девушка говорит, ой, какая у вас прикольная шляпа. Я говорю, ну да, где вы её купили? Я её в Мюнхене купила. И дальше я спрашиваю, вы домой сюда ходите? Я говорю, да вот не знаю, брать мне годовой апонемент или нет, потому что я же буду много пропускать, я же постоянно путешествую, хочется фитнесом заниматься, но я много путешествую. Что человек спрашивает? Интерес это вызывает? Как это нам много путешествует, да? Она меня спрашивает. И что? Чем это заканчивается? Опять обменом контактных данных. Кто ходит в фитнес-клуб? Люди, которые ведут здоровый образ жизни, продвинутые, денежные, которые свободны во времени, да? То есть всё, в принципе, нормально. Да, нормально. То есть везде можно ознакомиться. Ну и, конечно, приоритетами вот моего отношения к бизнесу это путешествовать обязательно. Я позиционирую себя как активный путешественник. Я являюсь приверженцем компании. Это обязательно. И я всегда провозглашаю, что должно быть только позитивное отношение. Я никогда не считаю, сколько людей сказали мне нет. У меня одна партнер есть, которая считает. Вот. Я не знаю, для чего он это делает. Я негативно просто забываю. Я всегда ценю и уважаю тех людей, которые мне сказали, да, именно они мне интересны, с ними я там дорабатываю. Вот. И что очень важно для того, чтобы мы всё-таки были успешны в этом бизнесе, это заряжаться друг от друга, от успешных лидеров. Потому что как наше тело физическое нуждается в пище, так и наша душа, наш разум нуждается вот в такой позитивной энергетике, в радости. И вот когда мы внутри этим переполнены, вот на таких людей и идут. Потому что люди не идут на тех, кто говорит о проблемах постоянно, но это полячках. А когда ты излучаешь свет, когда ты улыбаешься, когда ты довольны жизнью, то люди как пчёлы на мёд, они к тебе тянутся. Поэтому, вот я думаю, что позитивные люди, они всегда притягательные, да, они всегда боятельные, харизматичные, и с ними хочется быть. Поэтому я приехала сюда, чтобы попасть вот в этот лидерский костёр. Ещё раз. Для меня это было очень важно. Поэтому, друзья, спасибо вам. Одевайте розовые очки, одевайте волшебную шляпу и будьте успешны. Судеса сбываются. Спасибо, Лариса, большое. Классный опыт? Супер. Мне тоже очень нравится. Вообще, её ролики всегда...